Конечно, это не создает в России на официальном уровне и даже на уровне в целом общественного мнения какого-то желания оказывать поддержку и помощь Армении в условиях, когда она откровенно ставит на развитие отношений с нашими противниками, геополитическими противниками. Отказывается от проведения учений с нашим участием и проводит учения с американским участием. Сопровождает это оценками. Можно было бы, извините, сказать, да, но Армения маленькая страна, она обязана со всеми поддерживать отношения. Мы всегда занимали такую позицию. В тот момент, когда Россия действительно вовлечит специальную военную операцию, в масштабную конфронтацию с Соединенными Штатами и в целом странами Запада, Армения по своим причинам не просто развивает отношения с этими странами, что можно было бы понять, но сопровождает это устами своего премьера заявлениями о том, что вообще надо перестать ориентироваться на Россию, надо сломать все то, что в течение веков культивировалось, а именно особые связи между русским и армянским народами, между Россией и Арменией. Он, конечно, не говорил о связи между народами, но он делает все для того, чтобы это было прекращено. Ну, как можно оценить запрет на въезд, ну, например, Кривопустову, которого возглавляет общество «Дружба», как желание выбить из седла всех тех, кто здесь, в России, оратовал за развитие отношений между нашими народами. Он сделал свой выбор, и мне кажется, этот выбор он сделал не сегодня, для многих это, кажется, сегодня сделанный выбор. Нет, он сделал его еще в 17-м году, он сделал его под жизнь, еще раньше этого. Что это разве секрет? Я удивляюсь на тех в Армении, тех в России, для кого это оказалось вдруг так неожиданным. Значит, вы ничего не видели, не слышали, заткнули уши и закрыли глаза в предшествующий период. Что в этом случае с Карабахом? Я считаю, что мы взяли на себя определенные обязательства в отношении населения, мы, в общем, подтверждаем, что такие обязательства, да, у нас есть, потому что выступаем в поддержку прав этого населения. Но я бы рассчитывал на то, что мы будем вести себя гораздо более активно. Я считаю, что в конце концов бывают ситуации, в которых надо думать прежде всего о чести. То, что Лачинский коридор остается перекрыт, это не к чести миротворцев. Конечно, это затея не наша, азербайджанская, но это очевидно не только выпад в сторону Армении, но это выпад в сторону России. Я уверен, что сегодня Пашинян с одной стороны, а Азербайджан с другой. Вместе сговариваясь или не сговариваясь, предпринимают усилия по вытеснению России и российского влияния за Кавказией. Азербайджан уступает инициатором, Пашинян перекладывает вину на Россию. А мы, без желания не обострять отношения с Азербайджаном или с Арменией, ведем себя уклончиво в каких-то случаях. Сами себя убедив в том, что если мы будем вести себя более требовательно, это чревато осложнениями чуть ли не вторым фронтом за Кавказией. Даже не с Азербайджаном, а с Турцией. Я думаю, что до этого ох как далеко. А необходимость в том, чтобы вести себя более принципиально, она есть. Азербайджан